Добро пожаловать в 23 день нашего 30-дневного челленджа по улучшению писательского мастерства. Мне нравится, когда персонажи что-то преодолевают, что-то внутреннее, когда они растут над собой и становятся лучше. Это большая часть пути становления героя. В каждой арке персонажа, персонаж меняется, он что-то преодолевает, становится лучше. В сегодняшней нашей истории изначально наш персонаж Трус. Но в конце он станет храбрым человеком. Так какое сюжетное событие изменило его? Давайте напишем. Давайте вы это напишите. Валентин никогда не выходит из дома, потому что он всех боится. Он боится даже разговаривать. Валентин ни о ком не заботится, поскольку он боится общаться с кем-либо. Но к концу истории он храбрый и уверенный парень. Напишите, что произошло с Валентином. Напишите, что изменило его и заставило вырасти над собой. Отлично. А теперь поговорим немного о теории. Если вы хотите написать рассказ, неважно, рассказ, коротенькая история, повесть, роман, вы в любом случае должны подумать о трех вещах. Первая вещь. Это сам персонаж. Персонажем может быть не только человек, не только разумный, то есть вообще не только живопис, и может быть что угодно. И может быть камень, лежащий в поле, и может быть планета, и может быть что угодно. Держите свой разум широко открытым, и вы можете придумать невероятно крутые вещи. Я как-то читал книгу, где главным героем была песчинка, потом читал книгу, где главным героем была клетка, потом читал книгу, в которой главным героем был атом. Я бы не сказал, что это были крутые книги, но сам смысл. Бывают герои даже такие. Второе. Вы должны подумать об окружающем мире нашего персонажа. То есть, что вокруг происходит, предыстория. То есть, это все тоже должно быть. Третье. Это оппозиция. Это противники нашего персонажа, или которые имеют другие цели, которые не совпадают с целями нашего персонажа. Причем, вовсе не обязательно, чтобы противники были врагами нашего героя. У них может быть просто разногласия и их цели. Но, зачастую, они являются врагами. Так что, в сегодняшнем задании, я хочу, чтобы вы, перед тем, как написали историю, либо же пояснение происходящему, вы подумали над некоторыми вещами. Первое. Персонаж. Умон у нас есть. Это Валентин. Он боится всего вокруг. Он боится общаться. А чему? Какая у него предыстория? Второй пункт, над которым я хочу, чтобы вы подумали. Положение нашего героя Валентина в обществе, его прошлое, его будущее. То есть, окружающий мир нашего персонажа. Третий пункт, над которым я хочу, чтобы вы подумали, это как раз противник, злодей, ну или враг. Я хочу, чтобы вы подумали, что противостоит нашему персонажу. Ведь именно сопротивление создает ситуацию, которая и позволяет расти над собой. Причем, как я уже говорил, противник не обязательно должен быть врагом. Он просто должен вклиниться в мир персонажа, дестабилизировать его, чтобы наш персонаж начал расти над собой. Вы должны подумать над этими вещами до того, как начать писать историю. А после этого напишите то, что у вас получилось в комментариях и цените то, что получилось у других. До завтра. Я, Сетроль, писатель-фантастер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова